В Шанхайском доме престарелых стартовал сезон семейных встреч в честь праздника весны. Навестить своих пожилых родителей приезжают уже взрослые дети со всего Китая и других стран. Проблема ухода за одинокими пожилыми людьми в Китае эксперты называют эхом политики «Одна семья, один ребенок». Продолжит тему материал моих коллег. В этом Шанхайском доме престарелых сезон семейных встреч. Почти 100 тысяч постояльцев, среди которых треть в возрасте 60 лет и старше. На вопрос, как они здесь оказались, пенсионеры отвечают стандартно. Так сложилось. Их дети либо заняты на работе, либо переехали жить за границу. Сценарии разные, но итог один. Заботу о своих родителях они делегировали государству. Мой сын живет вместе со своей семьей в Канаде. Обычно раз в год в это время они приезжают меня навестить. Здесь обо мне заботиться, поэтому детям не нужно беспокоиться о моем здоровье. Но если физическое состояние на контроле у местных специалистов, то как пожилым людям справляться с проблемой одиночества? Мой сын и невестка живут со мной, но общих тем для разговора у нас нет. Пропасть между поколениями очевидна. В Центр ухода за пожилыми людьми я прихожу каждый день, но не потому, что нуждаюсь в медобслуживании. Я хочу общения для души. А забота о пожилых для КНР – проблема актуальная. 15% населения страны – люди старше 60-ти. По прогнозам экспертов, к 2050 году этот показатель достигнет 38%. Последние данные не менее красноречивы. Почти 40% шанхайцев в возрасте от 60 до 69 лет живут одни. Для таких людей Центр ухода за пожилыми людьми отдушина. В два часа у нас по традиции время чаепития. Мы также предоставляем медицинское обслуживание на дому и доставку еды для пожилых людей, которые не могут передвигаться. Кроме того, мы планируем наладить сотрудничество с больницами для проведения регулярных медицинских осмотров наших подопечных. Эксперты называют проблему ухода за пожилыми людьми в Китае эхом политики «одна семья, один ребёнок». Единственные дети своих родителей не всегда имеют возможность быть рядом и позаботиться о матери и отце. В таком случае эта ответственность ложится на плечи государства.